приветствую всех с вами не лунайт и я продолжаю проходить вагран story за один день записываю целую кучу серий уже по моему девятую записываю прикинь 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 прикинул вот зашибись круто да в общем мы с вами в прошлой серии там чё-то гильденстерна показывали сидни показывали ну и в принципе чё у нас здесь получается в этой местности обитают всякие злые сущности поэтому я наверное возьму себе кое-чё другое из оружия да давай наверное возьму себе скримакс он против зла и нечисти всякой тихо погоди-ка у меня ведь что то есть ну да против против огня но мне это нафиг не сдалось не это я менять не буду так короче давай посмотрим что у нас еще есть у нас есть какой-то щит он гораздо хуже чем наш кольчужный рукав гораздо лучше чем цестус который у нас а у нас два кольчужных рукава берем еще разберем так кольчужный шлем у меня кольчужные рукава и можно было бы поставить кольчужный шлем но он плохо интеллект защищает а пофиг давай плетеная броня которая лучше чем моя и кольчуга блин который еще лучше берем все сразу берем забираю все так 112 7 и 9 ну давай наверно плетеный поножи тоже возьму у меня будет все плетеная еще вообще стрека чужный рукав кольчужные рукав кольчужный шлем кольчуга плите а это плетеная она не кольчужная блин не но это неинтересно это я это я не играю так так ладно короче чё сохраняюсь и отправляемся проходить данный данную местность ты офигел у меня же черт возьми против тебя самое офигенное оружие во рано нормально нормально вообще ништяк да ты офигела блин ну давай в тело в тело нормально но нет я хотел обследовать всю местность ладно давай тут подеремся оба это краб тихо 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 против краба мне нужно что-то другое я не знаю но против краба краб краб же он у нас же зверь получается да ну придется брать рапиру придется брать это единственное что у меня против животных подойдет так пасть тело пасть тело так ли на посмотрим так это у нас чуть такое это краб титан капец давай анализ сделаем попрошу вас дать анализы будьте любезны есть получилось 418 джизик отлично пасть в пасть будет карас выпасть будет проще попасть погоди может быть я ему куда-нибудь еще могу прописать в руку давай это клесня а не рука мощный прилив отлично соточку не вернул вы чё серьезно и вот так а понять не могу а чё он расходовал у него магия ведь не расходуется на то чтобы сделать вот этот супер шторм или как он там называется и вот чё он использовал чтобы совершить свое супер круш кручение мне не особо понятно джизки вроде он тоже никуда не делал и вот а вот 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 так погоди погоди сплав воды временно усиливает водные свойства оружия у а если получается он водный у нас он у нас по сути получается в воде живет значит он водный если я усилию огненные свойства брони а так это брони я хотел оружие усилить ладно хорошо не буду ничего делать так бессилия отлично а я чё не нажал что ли есть нормально пошло там было 27 не лучше впасть вообще никак не лучше мощный прилив да почему мимо это не честно так статус 261 нормально сейчас добьем его короче пасть ну да конечно добьем это просто какой-то и невыносимость какая-то так погоди чё могу сделать ему взрыв духа это самая сфера огня вот сфера огня не нужна а для этого мне нужно себе сделать побольше 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 он так тихо 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 вовремя так так этот этот подожди 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 физически звери и это самое это неважно давай тогда получается что-нибудь огненное сделаем сфера огня взрыв сфера огня давай давай у нас получается водный мы на него делаем сферу огня ну ему мало не покажется до елки мат блин что там у тебя происходит все а на него чё вообще не действует сфера огня у него ноль процентов там было написано это нечестно мимо пипец так чего убить тогда ладно продолжаем дальше так 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 ты так ты так сейчас нужно чем придумать что-нибудь нужно с ним придумать потому что что-то он какой-то непробиваемый вообще бессилие пролёвка фиксирова взлома эврика анализ так давай себе сделаем тогда полировку потому что я уже просто не знаю что делать мощный прилив блин отлично попёрла и так тег впасть будет лучше да и и и и вообще ништяк тогда посмотрим по статусу 156 ну ну в принципе ничего нормально ща одолеем только в тело будем бить вообще ништяк так я чё-то много у него снес есть люди есть посмотрите сколько у него жизнь там посмотрите а все кому-то хана ой кому-то плохо сейчас будет ой защищается ну вот и все а есть есть давай сейчас будет розыгрыш да розыгрыш прижас сейчас будет я готов к чему-то классному поздравляем говорят мне мол типа открыто карты 23 процента люди почти четвертинку прошли за девять серий классно классно не давай силу нет сила сила была сила а какой я блин молодец силу себе наколдовал целебный клубень восстанавливает 100 жизек эликсир корольев добавлять несколько очков жизни свиток сильфа чуть не свисток сильфа прочитал грима содержащий заклинание сплав воздуха повышает воздушные свойства оружие вот чё мне нужно оружие черт возьми повышать блин ужас какой-то так давай короче первым делом я себе сделаю лечение капец была очень громкая музыка я даже не мог разговаривать это я просто сам себя слышу в наушниках и когда вот такая громкая музыка происходит я просто не могу не могу даже себя услышать и не понимаю чё я говорю то есть я как-то не могу так не слышать себя и разговаривать значит давайте сохранимся давайте значит вот что сделаем у меня там какие-то штучки дрючки появились свиток сильфа повышает воздушные свойства оружия давай посмотрим чем не получится есть изучил молодец так давай теперь посмотрим эликсир королев очки жизни давай хоп 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 поперла опять же моё это самое любимое дело в этой игре Titan naturally review я ненавижу тебя исправляй исправляй ошибки прошлого ах молодец исправил я люблю тебя это и ты офигенный ты классный тоник тоник и в принципе все короче не знаю давайте наверно значит что сделаем пойдем обратно я там короче по хожу на пережи прежде чем я пойду куда-нибудь возьму себе обратно вот это оружие хорошая против нежити 30 30 риска у меня есть и риска и 30 риска вот нормально поехали дальше поехали походим поизучаем локацию тихо отлично вообще прям сотку вышибаю вот это совершенно другое дело вот поэтому я себе и взял это оружие потому что ухты рапира из хагана люди хаган еще лучше чем железо я прям сразу говорю цистус железный а чё они мне предлагают ну давай я например цистус давай я наверно ну хотя в принципе опять же у меня кожаный шлем есть ненужный я его выброшу то есть этот прям вообще не палится да то есть у него вообще все в порядке все хорошо охрана так у нас то дверь закрытая вижу дверь заперта серебряным ключом ох серебряный ключ мне нужно где-нибудь так но в принципе вам полюбасу бы сюда пришли но все равно было бы лучше если бы мы сразу сюда пришли точнее там проверили а тут пришли о просто по сотке вышибаю вот вот как должно проходиться эта игра она на заряд молнии ты чё там офигел поздно 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 мы встретились с тобой подожди и блин я не знаю вообще человек упоротый чем ты занимался при жизни есть здесь музыка какая-то громкая жалко что в игре нельзя убавить громкость музыки отдельно от всего остального у меня 270 жизнь зацените нормально накопил опа чё-то знакомая да дверь заперта железным ключом так давай значит я сюда и сразу налево не подожди подожди может быть сначала направо сутка я я говорю я в шоке я не могу к этому привыкнуть кайф а у меня еще и оружие против нежити прокачивается здесь но это вообще не знает а бомбинтос какой-то да так железным ключом все отлично все смысле что понял железный глюч ну и давай сохранюсь опять уходим отсюда там что-то прям вообще офигенное но я пока наверх не пойду потому что мы скорее всего ну давай я проверю короче мы скорее всего выйдем куда-то отсюда да я подозреваю то что там лес ледянок потому что он должен уже скоро начаться а до сих пор не начался но мне нужно здесь все исследовать потому что здесь возможно есть какие-то хорошие вещи а я не могу уйти без них просто-напросто я вообще с одного раза да что происходит если ты еще там бахнул что-нибудь без меня да а это вообще был ужас какой-то короче в тело пропишем тоже нет но давай в голову нормально почему-то в голову прокатило не знаю композитная броня хаган погоди 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 так ну давай сандали наверно выброшу они то уж точно мне не пригодятся короче хаган это что-то похлеще чем железо давай сразу зайдем короче посмотрим чё это такое ну я типа надену себе может быть кольчуга 11 13 3 14 10 2 блин но в принципе ловкость у меня добавляется поэтому я поэтому я поэтому я блин я не знаю одеть или не одеть афиг с ним давай одеваешь живем один раз в жизни почему бы и не одеть так погоди так кольчужный лучше конечно ну я не знаю короче тогда чего одеть цестус не цестус давай цестус вот этот вот железный железный цестус оденем а щиты у меня есть какие-нибудь фу лучше бы я не смотрел в сторону этого щита дверь заперта с другой стороны отлично ну не отлично вообще-то плохо но нормально сойдет жить можно это борзин булава топор ну железная возьму раз железная а у нас тут закрытая дверь ну вообще в принципе открывать территорию надо потому что потом мы будем искать куда идти серебряным ключом заперто да . как бы совершать какие-то поиски тоже придется потом через карту поэтому сейчас открывать всю территорию необходимо так давай короче сохраняю здесь мы пойдем тогда туда в ту сторону в которую надо было пойти в эту самую а нет тут еще не тихо вот а теперь эта музыка прекратилась люди так громко так я себя слышал еле и вот лес ледянок люди лес леди снег нет ледянки ну да ледянки отличное воспоминание немножко не вовремя 25 минут у нас длится видос надо было бы чтобы он 30 минут длился может открыть ее нет запечатана умело а у тебя как это обычная мастерская я про твоих людей я про твоих людей скольких мы потеряли а ты про бои город наш дорогуша более или менее а типа а ты про бои город наш дорогуша более или менее сколько убит сколько убита 3 может 4 отряда с некоторыми с некоторыми потеряли связь станет ясно когда бой утихнут бои утихнут мертвые выходят наружу на закате дня я знаю к ночи все улицы будут заполнены ими заполнены ими ты бы сражалась с ними иначе не об этом просто никакая тренировка не готовит к такому ты боишься саманта война время перемен нам тоже надо меняться сдерживай чувства иначе страх поглотит тебя ромео сидни учил бля-бля-бля сидни учуял нас и призвал себе на помощь все зло что покоилось здесь долгие годы призвал но не может контролировать скоро барьер сдерживающие демонов леомонд падет его надо остановить верно думаете командор ниса за дело что тебя тревожит саманта о чем он думает призывает зло которым не может управлять наполняет чашу ядом и вкушает его словно вино не думая о нем саманта он нарушает законы природы законы природы это был он это был чертов риск-брейкер о блин девки прилетела не за что представляешь ааааа не дали твари прочитать я же привык что нажимаю на кнопку и пропускаю эти штуки они взяли прямо вот меня обломали даже не предупредили что тут как-то можно иначе Фух, ёлки-моталки. Признаки напоминают случай 72, не так ли? Умение видеть глазами других, ясновидение, иными словами. У каждого человека свой ритм, некоторые умеют настраиваться и видеть чужими глазами. Ты не рыцарь креста, значит, от Сидни. Истинные ясновидцы могут настраиваться на любой ритм, но ты? Нет. Пока нет. Меня зовут Розенкранц. Я рискбрекер, как и ты. Вот как. Управляющий Ли... Ли Сеид... Управляющий Ли Сеид послал меня помочь. Теперь мы партнеры. Ха-ха, хрена сдала, Розенкранц. Ты должен знать, что рискбрекеры одиночки. И не меняют планов на полпути. Ты ничего не знаешь. Ничего, Алиамонт, Мюленкамп, Сидни. Вообще ничего. Ты знаешь? Конечно. Один лишь ты в неведении. ВРМ... Бррр... ВРМ. И парламент знают. И знали о темных силах и ходячих мертвецах. И держали все в секрете. Продолжай. Мы не думали, что ты поедешь в Алиамонт прямиком из поместья. Поэтому меня и отправили. Я-то более подготовлен, в отличие от нашей подружки-инквизитора. Зеленая еще. Говоришь, ВРМ знали о темных силах? Конечно. Меня назначили вести расследование. Ты знал, что ли Алиамонт источник? Что? Сила растет в таких, как ты. В тех, кого коснулось ее темные воды. Ты можешь не чувствовать этого. Не понимать. Но она делает тебя сильнее простых смертных. Он делает тебя сильнее простых смертных. Я хочу сказать, что нет силы без тьмы. А ее приручить нелегко. Поэтому парламент поставил... Сейчас... Поэтому парламент поставил частокол вокруг городов. И выпустил тьму пастись. Частокол. Что это такое вообще? Однако ли Алиамонт имеет сильную связь с тьмой. Ведь это темный город древней кельдийской жрицы Мюленкамп. Все, что нужно, корм. А голодные найдутся. Корм? Нет. Да, великое землетрясение 25 лет назад наполнило... Наполнило кладовые... Я не могу. Че, у меня язык уже не имел уже отчитать все это и вслух произносить. Да, великое землетрясение 25... Да, великое землетрясение 25 лет назад наполнило кладовые города трупами. Кладовые города трупами. Ах, ужас, кошмар. Мне нужен перерыв срочно. Неупокоенные души воют от голода. Битва за территорию, отвоеванную у тьмы. И ты первая фигура парламента в этом бою. Розенкранц, верно? В твоих словах есть смысл. Конечно, друг мой. Я говорю только правду. Но где же доказательства? Ты сам их найдешь. В следующий раз я тебя убью. Уходи из города до заката, если хочешь жить. Когда войдешь в лес, следуй за ледянками. Они собираются там, где тьма сильнее всего. Ура! Ура! Черт возьми, люди! 33 минуты серия длится. Давайте, наверное, сделаем какой-то перерыв. А в следующей серии как раз-таки я расскажу, как можно по-быстрому пройти данную территорию и не заблудиться. Потому что лес у нас заколдованный очень сильный. И здесь просто так не пройдешь. Так, во-первых, давай. Я сделаю так. Я возьму себе нормальное оружие. Нормальное имеется в виду. Кстати! Рапира у нас... Рапира у нас какая? Подожди. 3, 1, 17, 2. 3, 3, 1, 19, 8! Это оружие еще хлеще! Короче, люди, найду себе это самое мастерскую. Сделаю гораздо круче оружие. И будет вообще ништяк. Пока что я все-таки возьму железную. Возьму железную. В принципе, все остальное мне, наверное, трогать не надо. Давайте, наверное, встану вот так. Сохранюсь. И скажу всем... Большое спасибо, что вы составили мне сегодня компанию. Посмотрели мой видос. А мы с вами увидимся в следующей серии. Так что всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok